Цель ВСО – освобождение всей территории Украины, заявил глава МИД Кулеба. Он также сказал, что Киев намерен возразить отношения с Африкой. Кандидат от социалистической партии возглавит Конгресс депутатов. У Педро Санчеса все больше шансов остаться у власти в Испании. Правительство Джорджи Мелони переживает кризис из-за обвинений, связанных с миграционной политикой. Цель – контрнаступление ВСО, которое ведется с июня – освобождение всей Украины. Об этом в интервью агентству АФП заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. В Украине мы все устали, сказал он, но ставки слишком высоки, чтобы позволить усталости определять характер наших решений. Но наша мета – это победа, победа в виде освобождения наших территорий в межах кордонов 1991-го года. И нам, байдю же, сколько времени это займет. До тех пор, пока украинский народ будет поделять эту цель, украинская влада будет двигаться нога в ногу с своим народом. Глава украинской дипломатии также высказался о ситуации в Африке. В частности, он заявил, что Россия использует принуждение, подкуп и страх, чтобы удержать африканские страны на своей орбите. Украина, отметил Кулеба, приступила к работе по возрождению своих отношений с Африкой, чтобы противостоять влиянию Москвы на континенте. Россия обвиняет западные страны в выкачивании ресурсов из Африки и поддержании очагов конфликта. Кандидат от социалистической партии была избрана председателем Конгресса депутатов Испании. 52-летняя Франсина Арменголь получила 178 голосов. Она заручилась поддержкой двух каталонских партий, выступающих за независимость. Результаты стали успехом для премьер-министра Испании Педро Санчеса, что предвещает ему переизбрание на пост главы правительства в ближайшем будущем. Состоявшаяся процедура широко рассматривалась как практика перед важным голосованием, которое должно пройти через месяц, чтобы решить, кто сформирует правительство. По итогам парламентских выборов 23 июля ни одна партия не получила поддержку, необходимую для создания правительства большинства, и социалисты смогут остаться у власти. Правая консервативная народная партия получила контроль над Сенатом. Двое ее членов также были избраны вице-председателями, а оставшиеся два места достались социалистическим партиям. В этом году в Италии удвоилось число мигрантов, нелегально прибывающих в страну. Многие добираются до острова Лампедуза, в результате чего местный центр первичного размещения переполнен. В минувшие выходные 3000 человек были отправлены оттуда на Сицилию. It looks like Giorgio Meloni's government is facing its first real crisis. Over 100,000 migrants, in fact, have arrived in Italy since the beginning of the year. That's according to Italy's Interior Ministry, and that's the highest figure ever recorded since 2017. And this year could begin to approach the all-time record of 180,000 migrants who arrived in Italy back in 2016. Giorgio Meloni's right-wing government came to power in part on pledges of a crackdown on people's mugglers, but also to stem the flow of migrants arriving from North Africa. We know that the majority of these migrants are now arriving from Tunisia, where it cracked down on sub-Saharan migrants. But also good weather conditions are some of the reasons why so many migrants now decide to embark on the difficult journey. Now, opposition MPs have accused Giorgio Meloni's government of a manifest failure in its management of immigration, even more so after Italy and the EU recently signed a memorandum of understanding with Tunisia, which provides over 100 million euros worth of direct EU aid to prevent migrants from reaching Europe. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Жертвами мощного взрыва в пекарне в Доминиканской республике стали не менее 27 человек, пострадали около 60. Трагедия произошла в понедельник в центре города Сан-Крестобаль. Полностью разрушены 4 здания, повреждены 9. Пожарные всё ещё пытаются потушить огонь. Причины взрыва пока не установлены. Следователи выяснили, что на месте не было никаких ёмкостей с горючим. Местные жители пожаловались властям, что в здании действовала нелегальная фабрика. В Канаде начинается массовая эвакуация населения северо-западных территорий. Лесные пожары вплотную подобрались к столице приполярного региона Yellowknife. Власти говорят, что 20 тысяч человек, в том числе и из общин коренных народов, должны покинуть свои дома как можно скорее. Многие автомагистрали были закрыты. К эвакуации привлечена военно-транспортная авиация. Более 200 лесных пожаров уже сожгли обширную территорию северо-западных территорий. Если не будет дождя, огонь может достичь Yellowknife в течение выходных. Восемь населённых пунктов, в которых проживает около 7 тысяч человек, или 15% населения региона, уже эвакуировано. В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров. Сгорело более 21 тысячи квадратных километров территории. На данный момент в стране зафиксировано более тысячи действующих очагов возгорания. В Индии стартовал саммит по традиционной медицине, проходящий под эгидой ВОЗ. Главная цель слёта в штате Гуджарат — активизировать дискуссию о необходимости научных доказательств при альтернативных методах лечения. Эксперты признают, традиционная медицина приходит на помощь, когда нет доступа к системному здравоохранению. По данным ВОЗ, при опросе пятилетней давности, 170 из 194 стран-участниц организации сообщили об использовании альтернативного лечения. Только 124 подтвердили наличие соответствующей законодательной базы. В результате боёв между двумя влиятельными вооружёнными формированиями в Триполи за последние дни погибли 55 человек и 146 получили ранения, что стало самым серьёзным столкновением в ливийской столице за последний год. Бои между 444-й бригадой столичного округа и силами Аль-Рада прекратились после заключения соглашения о прекращении огня. Однако напряжённость в Триполи всё ещё ощущается. К столкновениям привёл арест силами Аль-Рада полковника Махмуда Хамзы, командира 444-й бригады. В результате переговоров было решено передать полковника нейтральной стороне. Иранский режиссёр Сейд Рустои приговорён в судом к шестим месяцам тюрьмы за продемонстрированный в Канах фильм «Братья Лейлы». На кинофестивале 2022 года лента боролась за золотую пальмовую ветвь. В картине были кадры антиправительственных акций. Тегеранский революционный суд признал кинематографиста виновным в содействии пропаганде против религиозных законов Ирана. Рустои предстоит пробыть в тюрьме не весь срок, а 10 дней, поскольку остальная часть приговора приостановлена на 5 лет. Схожее наказание получил и продюсер картины Джават Нурусбеги. Британский музей уволил одного из сотрудников и ввёл чрезвычайные меры безопасности после того, как обнаружил пропажу предметов из своей коллекции. Речь идёт об экспонатах 15-19 веков. Среди них золотые изделия, украшения с полудрагоценными камнями и стеклом. С уволенным сотрудником музей будет разбираться через суд. А к расследованию подключены полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Известно, что большая часть пропавших предметов хранились в запаснике. Судя по всему, кража была осуществлена в начале года. Во французском департаменте КАРЭС начались раскопки на месте предполагаемого массового захоронения пленных немецких солдат и француженки, обвинённой в коллаборационизме, расстрелянных участниками сопротивления в 1944 году. О расстреле, осуществлённом по приказу генерала Пьера Кёнига, спустя много лет рассказал 98-летний ветеран сопротивления Эдмон Ривей. Они показали нам эту точку, что Георадар уехал эту площадь и сказал, что здесь такие аномалии на Земле. И это может быть, что это говорит, что здесь есть храб, и мы проверим это сейчас. Операцию по поиску останков вблизи города Меймак проводит Национальное управление Франции по делам ветеранов. Эксгумированные останки будут отправлены на экспертизу, чтобы установить личности пленных, а затем их передадут Германии. Знаменитый музыкальный фестиваль Сигит завершился выступлением одной из ярчайших поп-звёзд современности. Концерт Билли Айлиш стал прекрасной наградой для её поклонников в конце шестидневного концертного марафона. Как поклонникам музыки всё-таки удается выдерживать заданный фестивалем ритм? Концерт Билли Айлиш, которая в свой 21 год завоевала уже 7 премий Грэмми, посетили более 50 тысяч зрителей. Самые выносливые разошлись на следующее утро. В этом году на Сигит собрались 420 тысяч человек, что на 30 тысяч меньше, чем в прошлом. И уже в четверг в продажу поступят билеты на следующий фестиваль, который начнётся 7 августа 2024 года. Мар а Сигит-нек most вега, и из-за идей эркезет, több тізезер кулфолди хаза-мэй, а сцервезő кунка-я не ма-л-е. Бент рендбе кел тенни а терепет, а хаттер-чапат pedig már а коветткезе еви фестиваль элёкészитесень долгозит. Магяр Адам, Euronews, Будапест.